Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Шахматные матчи человека против компьютера уже давно утратили свою актуальность. Но во второй половине 90-х – начале 2000-х годов подобные состязания были весьма популярны, причем привлекали к себе внимание не только шахматных болельщиков и экспертов, но и специалистов в компьютерной сфере. Сегодня на канале Шахматы для всех стартует разбор очень интересного матча выдающейся венгерской шахматистки Юдит Погар против компьютерной программы Fritz 5.32, разработанной немецкими программистами. Этот матч проходил в конце апреля 1999 года в столице Венгрии Будапеште и предусматривал проведение 8 партий с укороченным контролем времени. Каждому из соперников давалось 30 минут на партию без добавления. Нужно отметить, что Юдит Погар на начало 1999 года с рейтингом 2677 была 17-ой в мировом рейтинг листе. Компьютерная программа Fritz 5.32 работала на процессоре Pentium 2 с частотой 350 МГц. Конечно, это далеко не суперкомпьютер Deep Blue, который двумя годами ранее сокрушил самого чемпиона мира Гарри Каспарова. Но тем не менее, пятый Fritz тоже был весьма неплохим соперником, даже для такой сильной шахматистки, как Юдит Погар. В этом видео мы с вами рассмотрим первую партию данного матча, в которой Юдит Погар, согласно жребию, играла белыми. И не меняя своих дебютных предпочтений, пошла Е2-Е4. Компьютер ответил с ицелянской защитой и пошел Ц5. Забегая наперед, скажу, что этот матч превратился чуть ли не в тематический. Почти в каждом поединке возникала та или иная система с ицелянки, что только повышало зрелищность всего матча. Конь Ф3 играет Полгар, Е6, Д4, взяли, забрали, конь Ц6. Конь Ц3, А6, слон Е2, ферзь Ц7. 2-0, конь Ф6. Соперники разыграли вариант Тайманова. Здесь можно было сыграть слон Е3, это основное продолжение в данной позиции. Но Юдит Полгар предпочитает профилактику и отводит короля на Х1. Слон Б4 играет компьютер. В этом положении наиболее энергичным является размен на Ц6 и Ф4. И сейчас взятие на Ц3 и конь Е4 не проходит, потому что белые играют ферзь Д4, нападая на коня и пешку. А после отхода на Ф6 располагают слона на диагонали А3, Ф8, контролируя массу очень важных черных полей по этой линии. Но Юдит Полгар не решилась сыграть конь БЦ6 и Ф4 и сделала более скромный ход Ф3, защитив пешку Е4. Она хочет проверить компьютер, не заберет ли он на Ц3, сдваивая белым пешки, но предоставляя контроль над черными полями. Нет, Фриц делает рокировку и после слон Ж5 отводит слона на Е7. Конь бьет Ц6. В этом положении можно было забрать пешкой Б, на Ф4 сыграть Д6, ферзь Е1, А6, слон Х4, развить слона на Б7 и далее пойти Ц5, сохраняя примерное равенство. Но компьютер забирает пешкой Д и после Ф4 нападает на ферзя ладьей. Тот отходит на Е1, после А6 слон Х4, Б6 и наконец белые играют Е5. Конь Д7 сыграл Фриц. В этом положении заслуживал внимание ход конь бьет Д5. После ладья Д5 взяли-забрали, слон Ф3, ладья Д8, белым лучше не брать пешку Ц6. В этом случае черные получают достаточную компенсацию, просто развивая свои фигуры. Слон Б7, далее после размена ладья Д1, ферзь Ц6 и начинает сказываться некоторая ослабленность пешечной структуры белых. Хотя внешне вроде бы все хорошо. Ладья Ф2 защитили пешку Ц2, ладья Д5, ладья ФД2, ладья Д8, Ц3, ферзь Ц4, как мы видим это двойной удар и черные в конце концов пешку отыгрывают. Поэтому после ладья Д8 лучше пойти ферзь Ф2, прицеливаясь к пешке Б6. И далее такой примерный вариант. Ферзь Ц7, ладья Д1, слон Б7 и ладья Д6. После размена и взятия пешки белые также забирают пешку соперника, сохраняя инициативу и лучшую позицию. Но Юдит Полгар решила сыграть понадежнее. Забрала на Е7, после конь бьет Е7, конь Е4. Вот такая идея, вторжение на Д6. Но черные играют слон Б7 и после конь Д6 просто ставят коня на Ф5. В случае размена коня на слона у черных нет проблем. Слон Ф3, ферзь Д7 и позиция примерно равна. Поэтому Юдит Полгар сдваивает сопернику пешки, размениваясь на Ф5. Далее слон Д3. Ферзь Ц8, защита, ферзь Е3, нападая на Б6 и Ц5. Черные защитили свою пешку, открыли белопольного слона и полностью уравняли положение. Далее соперники, особо не рискуя, пытаются улучшить позицию своих фигур. Ладья АД8, Ц4, слон Е2 и ферзь Е6. Слон Ф3, размен на этом поле и ферзь Е8, прицеливаясь к полю А4. Белые могли здесь пойти А3. Далее, возможно, размен на Д1, ладья Д8. Аш3 взяли-забрали. Ферзевое окончание равное. Но ладья Д5 сыграла Юдит Полгар. Ферзь А4, нападая на пешки ферзевого фланга. Ладья ФД1, размен на Д5 и ладья под боем. Она отходит на Ф8 и Полгар пытается развить свою инициативу, играя Е6, но после размена и шаха король А7 активных возможностей не видно. Конечно, можно забрать на Б6, но там теряется пешка на Ц2, поэтому Б3 сыграли белые. В этом положении черные могли забрать пешку на А2. И после ферзь С4 сделать интересный ход ладья Д8, используя слабость первой горизонтали. Конечно, брать ладью нельзя. Последует мат по первой линии. Можно пойти ФЕ2, защищая ладью, но ладья Ц8. И далее интересный вариант. Аш4. Если забрать на Ц2 ферзем, то это ладейное окончание, конечно, равное. Но интереснее взятие ладьей. Белые отскакивают на Е6, атакуя пешку Ф5. Если черные заберут на Ж2, то они и вовсе проиграют партию. Ферзь сбьет Ф5. Если отойти королем мат по 8, на Ж6 тоже линейный мат. А на ладья Ж6, ладья Ж1 и ферзь не может помочь связанной ладье. Поэтому после ферзь Е6 нужно сыграть ладья Д2. Это единственный ход, который позволяет черным спасти партию. После размена ладей ферзь бьет Ф5 позиция равная. Все-таки в этом ферзевом эншпиле ни у белых, ни у черных при нормальной игре нет шансов победить. Таким образом, забирая пешку на А2, черные все-таки не могли рассчитывать на получение перевеса. Поэтому Фридс пошел ЦБ. Далее АБ ферзь Ф4, ферзь Б6. Ладья С8 и ферзь бьет А6. Пешки стремительно покидают доску и положение становится абсолютно ясным. Партия близится к ничьей. Ферзь Д3, ферзь Е4. Взяли, забрали. Ладья Е1, король Ж6 и Ж4, не давая королю поддержать пешку. И в то же время это необходимая форточка. Ладья Б2. Взяли, забрали. Ладья Е5, ладья Б2, H3, ладья Д2. И здесь соперники согласились на ничью. Вот такая довольно спокойная первая партия матча, в которой Югит Полгар не шла на какие-то рискованные и необдуманные продолжения. Играла уверенно и сделала ничью с весьма сильным компьютером. Конечно, это всего лишь стартовый поединок. Дальше будет еще интереснее. Последующие поединки вы сможете найти в описании под видео в качестве ссылки на соответствующий плейлист. А пока я призываю вас ставить лайки под видео, если оно вам понравилось. Не забывайте писать комментарии, а также подписываться на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.